Без посредников в эфире телеканала ТНТ «Онега». Меня зовут Денис Базанков. Сегодня в нашей студии бессменный эксперт, депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Здравствуйте. Началось, я бы так сказал, Единая Россия и тут у нас, и там пиарятся гонки на собачьих упряжках. Что-то мне все это напоминает предвыборные кампании 2006 года, если далеко не ходить, ну и последующие. Хотя в 2011 году Единой России было сказано немножко сбавить обороты в плане рекламы и всего прочего, и мы, можно сказать, и последние годы-то особо и не слышали о ней. А вот сейчас что у нас? Опять возрождение пошло, ведь политологи не зря говорят, что у Единой России есть шансы набрать хороший процент в Госдуму, я думаю, наверное, то же самое говорят и про законодательное собрание. Вот меня терзает смутное сомнение. Вы у нас как представитель Единой России, Дмитрий Эдуардович, что можете по этому поводу сказать? Да, интересную тему затронули. Я думаю, что вот тут такая ситуация. Конечно, Единая Россия она наберет, потому что это огромный административный ресурс, партия власти, тут уже сомневаться не надо, плюс выборы всех уровней, они будут все усилия совмещены, и понятно, что наш телевизор волшебный, он, конечно, сделает свое дело. Но она же должна быть отдельно от исполнительной как раз власти, а у нас это партия власти. Здесь у нас все-таки самый главный вопрос, вот голосование и как и за партию, и за депутатов идеологически у людей не воспринимается как программа, а воспринимается, что вы нам дадите и что вы нам сделаете. Ну, вот конкретно вы, например, забор отремонтируете, тогда я проголосовываю. Совсем не интересует уровень квалификации депутата, разбирается он, или он первый раз идет, не понимает, просто хороший парень, это не профессия. Поэтому, конечно, во всех органах власти, когда будут люди голосовать за депутатов, получается, надо смотреть, как к врачу вы идете, какую квалификацию вы себе готовы принять. Когда сами выборы проходят, и оказывается, что рейтинг поднимается за счет вот таких пиар-ходов, которые срабатывают более эффективно. Почему-то, вот как вы говорите, собачьи упряжки, какое-то обещание, ерунду тут наговорят, тут покрасили подъезд, и получается, что люди на это почему-то ведутся. Вот не на идеологию ведутся, то ли от того, что они понимают, что такое депутат, вы нам что тут дадите, что сделаете. Или какая у вас программа. Программа, я имею в виду, что движение, благоустройство, выходы из кризиса, какие вы готовите акты, что вы хотите продвигать, никого не интересует вообще. Никогда не интересовали. Единицы. А тогда, значит, Единая Россия правильно делает, надо везде прилепиться, что мы тут все проводим. Хотя, какие собачьи упряжки и какая Единая Россия, никакой связи здесь нет. Это, значит, исполнительная власть проводит, спортивный комитет. Молодцы, что они организовали это. Ну, вот смотрите, есть же другие политические партии у нас, да, они же примерно то же самое используют, такую же методу. Почему Единая Россия? Это, да, набирается, а не потому ли, что у нас, извините, губернатор Единоросс, председатель законодательства собрания Единоросс, основная фракция там, да, тоже Единая Россия, хотя потеснили на выборах последних в 2011 году. Значит, правильно вы говорите, вот опять же, ЛДПР мы посмотрим вещает, вот мы помогли тем, помогли тем. Но они, кстати, делают что-то же. Ну, это же не задача партии, это вообще, на самом деле, это все обман. А вот, 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 а задача партии-то какая? Именно выходить со своей стратегией. Ведь мы идем, если в Госдуму, то вся работа, не помогать кому-то тут, пенсионерке, ветерану там и так далее, это вообще ерунда полная, а заниматься именно продвижением своих законопроектов, которые улучшат жизнь людей в целом, и какие-то программы, новые законопроекты, непосредственно своими задачами. Ну, подождите, вот, правильно, людям помогаем, в том числе и пенсионеркам, этим бабушкам. А бабушкам-пенсионеркам это не задача федеральной партии. Конечно, это вот пиар-ходы для виду, для камеры помогли, на самом деле, миллиону не помогли, а одной помогли, и теперь говорят, что у них хорошо. Вот то, что вы говорите, Единая Россия набрала и наберет, конечно, в любом случае, если есть такая федеральная поддержка, то как проиграть такой партии? И, конечно, по программе, когда говорится, что партия власти, она будет ставить своего губернатора везде, но это общемировая практика, и поэтому тут удивляться не надо, и ЗАГС-собрание должно избирать от партии, которая набрала больше процентов председателя, это тоже понятно. Ну, давайте вот так положим руку на сердце и скажем, плюс-то есть в выборах, Единая Россия, не Единая, когда у нас предвыборный год, у нас все равно появляются детские площадки. Ну, плюс-то есть же в этом, ну, ладно, бог с ним, раз в 5 лет, но что-то есть? Да я думаю, что это незначительно, просто осветили, они делаются ведь каждый год, просто в этот момент начинает массово доводить до населения, что вот тут и рассказывать на всех экранах, на всех средствах массовой информации, что вот это сделали. Одесские площадки делались все годы, то есть в масштабах объема того бюджета, который позволял это сделать, ведь это все делалось, нельзя сказать, что вообще ни одной площадки не было, а тут раз, все мы площадки согласовали в Горсовете, меняли программы, даже ЗАГС Собрание выделяло дополнительно 5 миллионов для детских площадок. Просто освещения на должном уровне, может быть, не было, но оно и не нужно, люди должны увидеть это, что она появилась так хорошо, кто увидел эти площадки хорошо, кто увидел в последний год их только, ну, тоже хорошо. Теперь вот такая вот штука под названием «А исполнительная власть должна ли быть партийной?» Может быть, как у сотрудников правоохранительных органов, да, и силовых структур. Да нет, пусть они партийные будут после работы. Вы поймите, что человек, который чиновник, нанялся на работу, у него прописан должностный обязанность, и там нету, что ты должен партийную дисциплину сформулировать, там нету, ты должен выполнять там функции, если это республиканский уровень или муниципальный, там ничего не написано про партийную принадлежность, там что вы должны выполнять, какие обязанности, за что вы отвечаете, и сколько времени вы работаете. А то, что ты должен верить и поддерживать, ну, хорошо, верю в поддерживать. Это даже на самом деле не важно, ты будешь верить там «Единой России», «Справедливой» или «ЛДПР», или «Коммунистам», это же не важно. Важно, что ты выполняй добросовестно свои обязанности. Ну, вот, смотрите, на фоне вот всех негативных тенденций, которые у нас в экономике, должно же, наверное, что-то в этом году произойти позитивное и под эгидой «Единой России», а? Должно, конечно. Когда, когда? Все равно начнут, я думаю, и Ставфон тратить, потому что ведь надо удержаться у власти, да? Можно сохранить Ставфон и растерять доверие населения. Зачем этот Ставфон, если население ухудшает свою жизнь? Зачем будущее поколение? Когда сегодня плохо, так давайте и сегодня программу предлагайте, чтобы было возрождение. Поменяли мы систему вообще, кроме нефтяной, там, иглы, что называется, в промышленности, но также мы отстали, где финансирование, где потребление. Ну, понятно, нигде ничего и так далее. И это должно быть, но надо просто, чтобы умные люди написали, как это действовать, и программу, и последствия этих программ, и как возврат, и эффективность. Надо не раскидать просто. А где умные люди-то? Да есть уж что. Ну, нет, вот есть, только что-то не можем иногда найти, а потом начинаешь скрывать, кто есть, кто у нас, да? Кто должен, собственно, этими стратегическими вопросами заниматься, там, сват брат и так далее, семейные династии. Ну, и потом, опять же, мы же ведь тоже про федеральный уровень часто судим из телевизора, да, что вот выступают, там, вот показывают, Уликаев, там, Путину, допустим, буквально на днях докладывают, ну, показали, там, минуту-две, да, потом убрали камеры, какой у них там разговор, что реальное, ведь так вот смотришь, кажется, что такую, там, ему рассказывают ерунду, что у нас все хорошо, вообще, государы, значит, мы прошли этот пик кризиса, уже экономика, значит, сконцентрировалась, нашли новые пути предпринимателей, ничего они не нашли, но если они вещают на экран, они же не должны говорить все плохо, они на работе, если они еще начнут говорить, что все плохо, так тогда куда мы придем? Конечно, они говорят, да, все хорошо, тут поджались, тут разжались, тут расширились, тут пошли вверх, а между собой, конечно, я думаю, может быть, они неужели вот то же самое говорят, говорят, наверное, что, ребята, надо какие-то меры, что будем делать, все равно, так-то реально, ведь такие жизни. А вообще, Российский народный фронт, это у нас та же единая Россия? Ну, я думаю, да, форма такая, места не хватило в единой России. Слушайте, да, по-моему, в 2011 году, в мае месяце, в конце, да. Пришли в народный фронт, ну, как-то так тоже подвинуть старую формацию, тяжело же сдвинуть там единороссов, те, которые уже там сидят, значит, 10-15 лет, они же там держатся за места везде, и в партийной структуре, и в органах власти, и как-то народный фронт, как еще людей-то объединить, к ним присоединиться, если все занято, вот народный фронт, давайте сможем, отодвинем чуть-чуть. Да, понятно, значит, новые элиты старые выдвигают, да, вот и фронт-то, понятно, но теперь понятно, потому что смотришь тут на их иногда произведения искусства, там вот у нас на местном уровне Чукалека, там очень любят вспомнить в мультиках каких-то и так далее. Мы уже так привыкли ко всему, к этому пиару, да, вот проехали они по дорогам и посмотрели функции. Но без них же никто не видел Яму. Да, Яму никто не видит, раз. Второе, значит, те обязанности, которые входят там в дорожные службы, инспекции все, вплоть до прокуратуры, эти, значит, не видят, не справляются, ну и что, ну вот они обозначили, так тогда надо сразу на месте, кто ответственный и кого сняли. Если ничего не сделали, так это опять, значит, придумать, что вот они хорошие, а кто-то плохой. Вот вы сами все рассказали уже всю поднагодную. Я рассказываю это для того, чтобы люди, идя на выборы, думали немножко больше, чем просто от дешевой рекламы. В общем, думайте головой, а не эмоциями, да, и там. Да, да, конечно, вот пожилому населению ему тяжело, а то, которые прожили при социализме, им перестроиться. Они даже, вот я вот сколько говорю, встреч, мероприятий, они все думают, что депутаты это какая-то должность, да, который вот может распоряжаться, есть какой-то фонд, скажите тем, пусть делают то, там, позвоните, пусть выдадут, там, повысят пенсию, дайте тут уборку, выделите трактор. Где? Вот депутат, он же это представительный у нас орган власти. И вот это, может быть, надо и разъяснять, чтобы не было заблуждения. Два года назад отматываем, на наказы избирательной Петросовете деньги давали? Да, конечно. Целый список есть, вот это тоже, я считаю, что обязательно нужно, все письменные наказы, которые зафиксированы, ну, разумные, там, понятно, на пенсию Горсовет не влияет, думать не надо, но какие-то проезды, дороги, детские площадки, рекомендации, перекрыть там что-то, вот такое, именно хозяйственное. А вы говорите, нет рычагов, есть, вот они. Нет, надо понимать полномочия Горсовета, да, мы, конечно, написали, вставить там, понятно, что все детские сады, значит, мы не построим вмиг, но и очередь глобально не изменим, но будем учитывать при распределении бюджета. А есть вот мелкие, значит, вопросы, которые можно вставить в программы, там, дорожного строительства, ремонта дорог и так далее, вот здесь обязательно нужно писать, фиксировать, и мы перейдем в администрацию и потом контролируем, да, но это хозяйственные, не стратегические, и там, может быть, не личные даже, просто думают, помогите мне лично, лично никто там не помогает. Но если весь дом пишет, что двор и въезд развалился, то это можно вставить в программу, передать главе города и требовать выполнения. Через депутата. Через депутата. Через депутата. И через пиксированную фиксацию, они устно бежали, сказали, там, иди выполни, вот это тоже ерунда полная. Я думаю, в следующей нашей программе мы продолжим, вспомним нашу любимую «Единую Россию», и не только, я предлагаю, да, куда же без нее-то уж. А нашим телезрителям, я напоминаю, у меня в гостях был депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев, вы смотрели «Без посредников», увидимся на ТНТ «Онега», всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова